И в начале выпуска последние новости из Крыма, где ночью из-за прекращения поставок электроэнергии был введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что все социально значимые объекты полуострова, в том числе больницы, уже подключены к резервным источникам питания. Запасов топлива для них, как было объявлено на заседании оперативного штаба, хватит на месяц. За ситуацией в Крыму следит наш корреспондент Виталий Катченко. Полное отключение электроэнергии в Крыму произошло в 20 минут первого. Все социально важные объекты, больницы, полиция, МЧС перешли на собственные источники питания, были включены генераторы. Мы сейчас находимся в центре Симферополя. Здесь задействован режим так называемых веерных отключений. Вы можете видеть, что кое-где горят уличные фонари и даже работают светофоры. Без электричества этой ночью остался весь полуостров. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен спустя полчаса после полного блокаута. Это первые кадры после отключения света в Симферополе. Паники на улицах нет. Сотовая связь работает без перебоев. Все базовые станции оборудованы дополнительными аккумуляторами. А вот некоторые терминалы и банкоматы на время были отключены. Отдыхающие в кафе и ночных клубах спокойно расходились по домам. А кто-то продолжал праздновать. В погрузившемся во мрак Симферополя салюты несколько минут озаряли небо. Утром глава оперативного штаба Михаил Шеремец сообщил, что переток электроэнергии с Украины полностью прекращен. По предварительным данным, на территории Херсонской области были взорваны оставшиеся две линии электропередачи, питавшие Крым. Почти 10 часов весь полуостров живет только за счет собственных источников. ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции переведены на усиленный режим работы. Запасов топлива хватит почти на месяц. Мы перешли в полном объеме на внутренние источники питания. Объемы могут быть подняты за счет ветра и солнца у нас с утра уже. Соответственно, это порядка 300 мегаватт. На сегодняшний момент у нас порядка тоже 300 мегаватт за счет внутренних источников питания. Это без дизель-гидратных установок, которые находятся на социальных объектах важных. Привычного уклада жизни отключение электроэнергии не нарушило. Открылись магазины, хлебопекарни. Минувшей ночью работали на собственных генераторах. И утром доставили продукцию по торговым точкам. У нас электростанция своя, все нормально, сбоев никаких. То есть хлеб выпекался и вот сейчас вы доставили его? Да, да, да. То есть не было проблем, сбоев? Вообще ничего не было. Скажите, пожалуйста, у вас кассовый аппарат работает? Работает. Свет есть? Вам недавно дали? Свет есть, газ есть, все есть. Проблем никаких нет? Нет. Ночью мы побывали в главной Симферопольской больнице скорой помощи. К возможным прекращениям поставок с Украины здесь готовились и даже репетировали. В момент отключения в отделении хирургии проходила операция, которая была успешно завершена. Сразу же в течение пяти минут были включены запасные генераторы, которые работали на полную мощность. Они полностью обеспечивали все отделения, операционные, аппараты УЗИ, отделение реанимации. То есть все под контролем находилось. И больница работает и работала в штатном режиме. Проблем с обеспечением неотложной помощи больным не наблюдалось. В Севастополе воинские части обеспечены дизель-генераторами. Отключение света на Черноморском флоте, как и большинство жителей Севастополя, практически не заметили. В городе введен почасовой режим веерных отключений. Подумал, что, наверное, из-за ветра там какие-то неполадки. Ну, как человек пожилой, я готов ко всему. Зарядил аккумулятор, подготовил фонарь, вот, аварийное освещение. Поэтому я считаю, что готов. Воду набрал, в ведра. Конечно, ощутили, потому что на работу идти. Все по-темному, одевались. У меня в доме все было. То есть я проснулся утром, включил свет, я зажегся, включил воду, вода была. Аэропорт Симферополя перешел на собственные источники питания. Рейсы выполняются без задержек. Режим в чрезвычайной ситуации будет действовать до полного восстановления подачи электричества на полуостров. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Павел Силин. Первый канал. Крым.